В сегодняшнем видео я расскажу вам о водном парусе, о водном якоре, как его еще многие называют, о парашюте. Расскажу о квоках. Непосредственно квоки будут Некрасова Дмитрия. Покажу вам, как хранятся у меня квоки, как я их перевожу. Всего понемногу, скажем так. Всем привет, друзья мои. Ну вот на дворе и зима, и время, так сказать, обзоров. Зимой я постараюсь выезжать на зимние рыбалки, хотя я, в принципе, небольшой фанат этого. Но я очень хочу сделать подводные видеосъемки, показать подводных обитателей, попробовать половить, попробовать показать игру каких-то определенных приманок. Но это чуть позже. А так вообще, в целом, зима это будет время обзоров, время каких-то моих наработок, которыми я буду делиться с вами. Ну а сегодняшняя наша беседа будет о квоках. Квоки определенного мастера мы сегодня затронем. Покажу вообще, в принципе, свои какие-то снасти, расскажу о снастях. Ну и такой кратенький обзор. Квока, о котором я сегодня хочу рассказать, это квок от мастера Дмитрия Некрасова. Многие его знают, как Дима Квок. Эти квоки удобны, эти квоки практичны. И что немаловажно, повторюсь, на них очень хорошо отзывается сом. У меня уже было видео, я дам ссылку в описании под этим видео. Вы посмотрите, как они работали. В той поездке у нас не получилось поймать трофейного сома, но как именно реагирует сом и как быстро он ловится, я постарался в этом видео показать. Итак, давайте приступим, в принципе. Не будем тянуть резину и начнем сначала с моего чемодана, где у меня все хранится. Ну вот, это и есть мой чемодан. Чемодан, как вы видите, подороже, производитель плана. Я его приспособил как раз для хранения своих квоков. Здесь можно хранить и катушки, здесь можно хранить все, что угодно. Но мне очень понравилось, что в этом, именно в этом чемодане не ломаются и хорошо перевозятся квоки. И я его в целом приспособил для всех вещей, связанных с квочением. Здесь, значит, внутри вот такой толстый поролон, там пластик. Там внизу тоже поролон. Здесь у меня лежит все, что связано с квоков. Ключки разного размера. Какие-то поводковые материалы. В этом пакетике лежит вся утварь. Какие-то оснастки. Опять же, крючки разных производителей, как вы видите. Крючки все эти острые. Можно брать и Овнер. Есть недорогие крючки, вот, допустим, от Микада. Вертлюги очень мощные. Сразу покажу, если там кто будет искать в интернете производители. Эти вертлюги никогда не подведут. Очень мне понравились крючки от Кайда, или Каида, как многие называют. Опять же, Овнер. Ну, короче, не буду я перебирать. В этом пакете много чего интересного. Вот такие пакетики я использую под готовые уже оснастки. Вот я раньше вот так мастырил все это дело. На тройник ловил. Сейчас перешел на одинарные крючки. Вот замечательные крючки, которые я всем рекомендую. Крючки просто меня очень-очень-очень порадовали. Размер крючков, я уже говорил, что используется разным. В зависимости от оснастки. Ладно, с пакетиком закончим. Вот я вам хотел показать. Так я летом ее не показал. Я просто ее, к сожалению, не взял с собой. Позабыл ее дома. Вот такую оснастку буду испробовать. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Это вот такая вот замануха для сама. Производится она, по-моему, в Германии. Вес грузила. Это грузила наверху, свинец покрашенный. Может, не свинец. Здесь, значит, вертлюг. Вертлюг я уже здесь заменил. Поставил вот то, что я вам показывал. Здесь слабенький стоял. Европейский производитель, а вертлюг стоял слабый. Висит тройничочек. Можно вешать одинарный. Можно под юбку, вот под эту, разместить еще один крючок. И будет два крючка. Вот такая оснастка. Буду ее испробовать в следующем году. Дальше у меня здесь в коробочке лежат скользящие тоже грузилы. Разного типа. О них тоже я буду в видео рассказывать. Многие у меня спрашивают про мою катушку древнюю. Я даже не знаю, что о ней рассказать. Это катушка сальма. Я даже не помню, когда я ее брал. Но катушка работает. И меня не подводило еще пока. Уже такая прожавела. Где-то грязненькая. Самая простая и дешевая катушка. Но очень надежная. От производителя, я говорю, получается, европейского и не какая-то китайщина. Вроде бы как цельнометаллическая. Ну и, конечно, в этом чемоданчике вот опять поводковый материал. Но это даже не поводковый материал. Это вот я с аквы с больших бобин. И наматывал вот такие, чтобы брать себе на рыбалочку маленькие моточки. И вот они квоки. Вот с этим набором я езжу постоянно на рыбалку. Ну, скажем, не то, что постоянно, но стараюсь его брать. Квоки разные. Здесь и квок-шоп. И как раз у меня вот сейчас появились от Некрасова Дмитрия. Неизвестного производителя. Очень тоже классный квок. Как видите, он уже потертый такой. На него было очень много поймано. Тоже один из первых. С необычной такой пяткой. Пятка здесь не очень простая. Она сделана как бы такой линзой. Квок от квок-шоп. Титановый. Деревянный квок. Подарочный подарил мне человек один. Ну, а речь сегодня пойдет у нас вот об этих квоках. Многие о них спрашивают. От Некрасова Дмитрия. Вот его инициалы стоят на квоке. Деревянный квок. Субтитры подогнал «Симон» Итак, давайте разберем этот квок поподробнее Ручка у этого квока сделана из неопрена Что такое неопрен? Неопрен – это взбитый калчук с газом азота, если вкратце Азот очень грузоподъемен, что позволяет неопреновой ручке иметь стопроцентную плавучесть Я бы сказал, даже больше Эта ручка как поплывок Неопрен не впитывает воду, быстро сохнет и не скользит в руке Что удобно и приятно при работе с этим квоком Также эта ручка теплая на ощупь Нож у этого квока цельный Что я имею ввиду? Нож квока, лезвие квока Идет до конца и выходит в конце ручки В квоках часто делают вот такие интересные пропилы Всякие интересные резные рисунки Зачем это делается? Во-первых, это красиво Во-вторых, это облегчает сам квок Многие спрашивают, из чего же сделан нож этого квока? Нож этого квока сделан из дюраля алюминия Как сказал Дмитрий, авиационный материал И как он утверждает, он легче титана Повторюсь, металл проходит через всю рукоятку Что делает этот квок очень прочным Соединение ножа и пятки сделано без сварных швов По системе ласточкин хвост Попросту заклепан он Мастер делает разные длинные ножа 41, 43, 48 и 55 сантиметров Также делаются размеры и под заказ Разная длина ножа делается для удобства квочения Все зависит от высоты борта лодки Пятаки этих квоков мастер делает также разные Круглые, овальные, эллипсные Как производитель их называет свой бой Пятаки с изгибами Этими квоками я успел попользоваться всего пару рыбалок Но за эти пару рыбалок они меня уже успели порадовать и впечатлить Больше даже, наверное, впечатлить Мне очень понравилось как легко этим квокам работать Как быстро сом отзывается на звуки этого квока Как мы ловили на этот квок, ссылка будет под видео Конечно, мы там трофейных сомов не тягали Нам не повезло Вообще год был не очень по трофейной рыбе в целом Но в этом видео видно, как на этот квок сомы отзываются До этого я ловил на квоки квокшоп Они очень легкие, но в то же время они вот такие вот Ну скажем, жиденькие Также хочу отметить Квоки, конечно, не совсем бюджетного класса Кто-то может позволить себе их, кто-то нет Но речь идет не о том, кто может себе их позволить, а кто нет А речь идет о том, что квоки реально рабочие Квоки ловят И мне лично эти квоки очень даже по душе В них много всяких удобств Повторюсь, очень удобная ручка Очень удобная Ручка теплая на ощупь Не скользит Имеет такую шероховатую поверхность У этих квоков цельнометаллический нож Что дает обалденную прочность этому квоку И этот квок плавающий Утопить такой квок нереально Ручки имеют разные цвета Интересный такой дизайн И макушки у этих квоков Вершинки ручек Имеют зеленый Красный Синий дизайн Это очень сильно облегчит нам поиски квока Если он уплывет По какой-то либо причине Вкратце о квоках, наверное, все Теперь перейдем к парашюту Вот так парашют выглядит в собранном виде А вот так он выглядит в разобранном виде Это немаловажная деталь При выходе на рыбалку При ловле с квоком Да и не только при ловле с квоком Водный парус Водный парашют Водный якорь Нам облегчит нашу рыбалку Наш водный парус Сделан из настоящего армейского парашюта Есть отверстие для выхода воды Это снизит определенную нагрузку На наш парашют Пошит он очень качественно Парашют очень прочный На нашем водном якоре Установлены неопреновые поплавки Стоит мощный вертлюг Он же служит и отгрузкой Чтобы наш водный парус Немного притапливал Так вот, давайте поговорим теперь Что же такое парашют Или плавочий якорь Для чего он нам нужен Парашют или плавочий якорь Мы используем при ловле на течении Или при сильном ветре Когда лодка у нас Несет сильно по воде Ну а при какой рыбалке Применяется парашют Или плавочий якорь Я сейчас вам попытаюсь рассказать Применяться он может При разных рыбалках Первое Это ловля с плавом К примеру Ловим мы в отвес Или ловим мы надводной поводок Или ловим мы джигом Так вот Наш плавочий якорь Тормозит нашу лодку И она идет не так быстро Что позволяет нам Более тщательно обловить Наши перспективные места А не пролететь их мимо Сделав одну и то неполноценную Проводку Если мы к примеру Ловим джигом Есть конечно второй вариант Можно поставить электро якорь Но мы не мажоры Мы простые рыбаки И электро якорь Это не для нас Ладно Погрустили И продолжаем тягать Простые якоря И плавучий якоря Итак Второе Это ловля квоком То есть для чего нам необходим Опять же Этот плавучий якорь Для того чтобы Пройти опять же Определенное Перспективное место С меньшей скоростью Я лично раньше Ловил без плавучего якоря И что же получалось Сом за мной гонялся И порой не всегда Он меня догонял Мою приманку Ну а теперь я ему дам Возможность Понюхать Облизаться И слопать мою Замечательную приманку Итак Я делаю вывод Что плавучий якорь В принципе Довольно таки Нужное И необходимое Средство В нашем плавсредстве И в следующем году Это будет моя Новая ступень Новые мои какие-то возможности Новые какие-то познания Именно с плавучим якорем Так как Электродвигатель Друзья мои Это не наш вариант Ну что В принципе Я вкратце Попытался вам Во всем рассказать И показать Под видео Будут интересные ссылки В описании к видео Полистайте их Посмотрите Может быть Что-то будет полезного Все Все Друзья мои Всем рыбацкой И жизненной удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok